Юрий Васильевич, вопросов, как всегда, много, но начнем с центральной темы последних дней, ажиотажа вокруг интервью Такера Калфина с президентом России Владимиром Путиным. Первый вопрос вытекает отсюда, почему такой ажиотаж небывалый? Пока даже вопрос не о самом интервью, а почему так все наголо подстали? Ну, во-первых, надо понять, где ажиотаж, у нас или за границей? Где больше ажиотаж, по вашему мнению? Ну, наверное, у нас. Да, то есть у нас это как бы, эту тему действительно раскачали, хотя, в принципе, с точки зрения нашей позиции, да, приехал журналист, да, взял интервью, ну, что тут такого особенного, да? Ну, вот была определенная раскачка. На самом деле, насколько я знаю, в России существует два подхода, и был определенный конфликт между этими двумя подходами. До этого был подход, который отражал концепцию, так сказать, связанную с консервативными ценностями, там, ну, вот то, что постоянно говорилось. А второй подход предлагал все-таки решить вопрос по существу, по линии победного окончания специальной военной операции. И произошла определенная смена подходов, которая вызвала, скажем так, вот такой определенный ажиотаж вокруг этого процесса внутри России. То есть, по сути, в России произошла медленная и незаметная такая немножко смена внутреннего вектора по поводу нашего конфликта с американцами и специальной военной операцией. И вот если вы посмотрите, зададите себе вопрос, а для чего вообще было это нужное интервью Путину? И вот, отвечая на этот вопрос, вы и ответите на все остальные. Интервью было больше двух часов, оно было нодовское, оно было очень важное, но оно не было радикальное. Но там были десятки подходов, в которых видно было, что президент в большей степени сориентировался на подготовленную национально-освободительным движением повестку и площадки. И самое главное, если вы посмотрите, о чем это интервью отличается от всех предыдущих высказываний президента Путина, просто проанализируют, а мы их, естественно, это наш лидер, мы их внимательно всегда анализируем, то я думаю, что вы увидите, что главное отличие, а значит и все интервью для этого давалось, с точки зрения нашей повестки, нашей логики политической борьбы, это то, что там прозвучала необходимость переговоров с Соединенными Штатами Америки, ну, во-первых, что прозвучала необходимость переговоров, и именно с тем, с кем надо говорить, с Соединенными Штатами Америки, потому что до этого повестка переговоров с Украиной успешно осваивалась, откровенно говоря, пятой колонной, вот этими лжепатриотами, которые под патриотизмом проводили линию, что договариваться надо с Киевом, что все проблемы в Киеве, что там враг, бомбить надо Киев, разбираться с Киевом, американцы, они великие, они где-то за океаном, и по сути они не виноваты, они такие арбитры, которые и нам помогают, и Киеву помогают, и там, и всем, и здесь, и тут. И вот впервые Владимир Путин определил, что вообще-то центр принятия решений всей ситуации конфликта это Соединенные Штаты Америки. Да, он это подал мягко, да, он не запустил вторую часть, которую мы постоянно продвигаем, это связанную с мотивацией США, и очень интересно потом, Песков, когда буквально после интервью комментировал, он прокомментировал две вещи. Это что американцы не хотят с нами почему-то договариваться, такая вопрос, а почему, хоть хочется, да, и фактически говорил о том, что именно мотивации Соединенных Штатов Америки отсутствует. Это правда, но это другая повестка. Никакими бомбежками, мобилизациями, так сказать, большой благотворительной помощью со стороны наших абсолютно патриотических граждан проблему мотивации Соединенных Штатов Америки не решить. А не решив проблему мотивации США, нельзя закончить победой специальной военной операции. Да, действительно, на поле боя возник определенный баланс. Он не столько военный баланс, потому что американцы не используют и 99%, используют всего лишь 1% военных ресурсов НАТО, полевых, вот в этом конфликте. Они вообще не поставляют туда еще авиацию, хотя это важнейший элемент военной инфраструктуры и США, и НАТО. Они вообще туда не поставляют, допустим, ракеты типа «Тамага», а не основной ударной силой Соединенных Штатов Америки в процессе оранжевых революций и интервенций за последние, наверное, 30 лет. Вспомните, Югославию они уничтожили только авиации и «Тамага». Больше ничем. Ну и плюс Майданом, конечно, это понятно. Подкупом элит там и прочее. Но с точки зрения военной части, это было то оружие, которое сейчас не используется вообще совсем, от слова ни одного изделия. Там английские ракеты похожей дальности были, и которые нанесли нам немедленно очень серьезные удары, от которых никакое ПВО не спасет. Это только показывает, что ресурсы там не задействованы вообще американские. Но тем не менее. То есть мы должны понимать, да, сложился определенный баланс, но этот баланс не в нашу пользу в среднесрочной перспективе, в долгосрочной. Потому что там, где американцы могут себе позволить десятки лет финансирования, поставки вооружений, которые составляют очень незначительную общую часть. Ну в области снарядов, допустим, она значительная часть. Но они сейчас просто нарастят производство, да и все. Что, европейская экономика или американская слабенькая, что ли? Никаких проблем нарастить этих снарядов, производить миллиарды у них нет. Просто они готовились к другой войне, сейчас перестраиваются. Но с точки зрения вот текущей, там полгода-год, очевидно, да, баланс более-менее тянет, а в перспективе не тянет. То есть мы в перспективе, в той стратегии, которая сейчас идет, идем к проигрышу и поражению. Это понятно. Значит, надо менять стратегию. Вот именно в этом и главное отличие этого интервью от всех предыдущих, что Путин заявил о смене коренным образом, мягко, на кошачьих лапках, но коренным образом стратегии в этом конфликте. То есть конфликт с США, а не с Украиной. И, соответственно, переговоры с США. Потому что понятно, что воевать с Америкой нам не нужно. Ну, как бы, это слишком серьезная история. Да, она и не нужна. Потому что Америка просто испугается даже самого факта появления угрозы со стороны России непосредственной территории США. Естественно, это не угроза десанта. Это понятно, что десант мы там сделать не сможем. А вот угроза ядерным оружием легко, и она все и была в период Холодной войны. Таким образом, если мы говорим о концепции, о которых говорили, то до этого, то произошло... Понимаете, существует только один способ победить. И он опирается по-крупному на две вещи. Это возврат международного права, верховенство территориальной целостности по итогам 1945 года. И это ядерное нацеливание, либо вещи, которые говорят о том, что мы готовы к этому ядерному нацеливанию, при этом мы готовы с американцами договориться. И, в принципе, Владимир Владимирович Путин, он четко развернулся на этот путь. Почему развернулся? Потому что до этого он об этом не говорил. Четко именно о переговорах с США. О том, что враг США он говорил. О том, что надо решать проблему переговорами с ним еще не было. И вот ее повестку, это сейчас и мы разворачиваем. А это уже совершенно конкретные вещи. Ну, например, что такое переговоры с американцами? Это конкретные документы. Это мотивация, о которой говорилось. Это необходимо предложение содержательной части переговоров. То есть это не переговоры о том, кому принадлежит Херсон или Донецк. Или там что-то еще. Это, конечно, переговоры в контексте международного права, которые президент также здесь упомянул. Ну и плюс он много дал нам продвижения по нашей повестке. Понимаете, побеждает только Нодовская повестка. Чем мы к ней ближе продвигаемся, тем мы, грубо говоря, быстрее продвигаемся к победе. Чем мы от нее отдаляемся под любыми псевдопатриотическими и ура-патриотическими лозунгами, тем мы отдаляемся от победы, либо и вообще двигаемся в сторону поражения. Ну и много очень вещей. Я думаю, что если по ходу нашего обсуждения мы их можем найти, вы сами их найдете. Скажу из такого интересного, которое полностью укладывается, например, в тот же наш иск. Мы же понимаем, как победить. То есть это для международного права, это иск и победа в суде и отмена независимости Украины. Дальше Путин в своем интервью сказал, что будет с Украиной, она будет зависимая от нас геополитическая территория. То есть там будет установлен контроль за ее международной деятельностью и военном строительстве. Очевидно, что это будет сделано не только в отношении Украины, но и в других республиках СССР, которые переходят к политике конфликта с нами. Забегая, хочу сказать вперед, что почти все они к этому и перейдут или уже перешли. Так вот, ну например, очень интересная корректировка по всем параметрам. То есть по сути поезд России во главе с Путиным, российской политики повернул по стрелке в другую сторону. Вот, например, мы с вами многократно обсуждали у нас шесть. Вот смотрите, такие нюансы. Цитирую Владимира Путина, у меня есть инограмма. «Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование». Это цитата. Как вам нравится эта цитата? Она впервые прозвучала в этом тексте. То есть речь не идет не о том, что Советский Союз прекратил свое существование. То есть понимаете, да? Не о том, что он распался, значит, геополитическая катастрофа. Ну, катастрофа само собой. Но катастрофа заключается не в том, что Советский Союз прекратил свое существование, а в том, что так почему-то думает не Путин, а прежнее российское руководство. Понимаете, да? То есть оказывается, реальность не такая, как нам рассказывают 30 лет. Нам 30 лет рассказывают о крахе Советского Союза, что его нет. И тут президент изящно, одним только посылом, говорит, подождите, товарищи мировое сообщество, а кто вам сказал, что Советский Союз развалился? Прекратил свое существование, цитирую. Это вам сказала прежнее российское руководство, которое почему-то, исходя из этого, исходило. А с какой стати? А судебная процедура скажет такого нет. То есть судебная процедура не восстановит Советский Союз, если по сути. Судебная процедура объяснит, что Советский Союз не распадался. То есть его не надо восстанавливать. Надо восстанавливать ее управляемость. Понимаете разницу, да? То есть из Советского Союза вышла незаконная Украина. Надо восстановить контроль за территорией Украины путем отмены незаконных решений, связанных с управляемостью территории Украины внутри Советского Союза. Например. Но не надо принимать решение о восстановлении самого Советского Союза. Потому что он есть. А то, что предыдущее, то есть Ельцин, российское руководство исходило из того, что его нет, ошибалось. Реальность не такова. Он не распадался. Он есть. ВОН России является Советским Союзом. Ядерное оружие Советского Союза в России. Международное право на нашей стране. Так что, ребята, понятно, что надо сделать внутренние решения. Источник власти должен подправиться. Кстати, по линии Советского Союза источник власти подправился. Мы это обсуждали. Референдум 2020 года как раз-таки содержательно отменил решение референдума 1991 года о передаче власти от Советского Союза республикам Советского Союза. Но теперь осталось это довести до сведения всего мира. Фактически. Аккуратно, мягко, вовремя, не раньше, чем вовремя, не раньше, чем созреет ситуация в России. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы-то сейчас обсуждаем как бы международную часть, а за этим-то связано внутренне то, что называется суверенитет, то, что называется правящий класс. И, соответственно, если мы в одном вещи забежим вперед, в данном случае территориальной целостности, то отсутствие суверенитета полностью подорвет всю нашу как бы достижение в области территориальной целостности. То есть мы территорию-то восстановим, а враг-то сидит в Москве. И в этом случае он просто все наши успехи поломает. Понимаете? И за счет своего внутреннего верховенства. То есть за счет того, что будет действовать второй и третий референдум источника власти 1993-го годов. Когда он, если в первом референдуме 1991-го года источник власти передал власть от СССР республикам, то во втором референдуме и третьем он передал власть Соединенным Штатам Америки, приняв внешнеуправляемую оккупационную конституцию. Внешнеуправляемая – это политическая вертикаль власти, 15-я статья и многие другие. А колониальная – это независимость Центрального банка, независимость частной собственности от государства, в том числе недр, средств массовой информации и так далее, что обеспечивает собственно колониальную эксплуатацию Российской Федерации. Низкие зарплаты России за счет низких зарплат России, высокие зарплаты за рубежом. Кстати, Путин об этом тоже говорил, когда критиковал доллар в своей речи. Поэтому, понимаете, двухчасовое интервью, вот главное я назвал, это путь победы через переговоры с Соединенными Штатами Америки и международное право. А вот еще десятки, если не сотни зацепок, типа вот этой, которая для нас подана. Вы понимаете, мы же с Владимиром Владимировичем в постоянном диалоге. Но только у нас интересный диалог. Мы ему докладываем по закрытым каналам, а он нам говорит по телевизору, что нам делает. Понимаете? Так вот получается. Через голову своего окружения и правящего класса. Ну, фактически он нам дал дополнительные аргументы, кстати, и по поводу нашего иска. И мы на самом деле это и так прописали в иске. Но теперь мы, опираясь на эти аргументы, укрепим свою позицию в переговорах с Верховным судом и со всей системой. Ну, и это опять же он поднял вопрос о том, что Украина, когда прежнее российское руководство соглашалось с выходом Украины, оно исходило из того, что Украина не войдет в враждебные блоки. На самом деле, любой вам теоретик скажет, такого не могло быть. То есть, по закону конкуренции нации, она должна была войти во враждебные блоки, как и другие республики. Но это как бы уже детали процесса. Суть процесса, что мы еще раз в своем иске укрепим линию, связанную с Декларацией независимости Украины. Кстати, надо бы это иск разместить, я думаю, что это можно сделать. Ну, и что касается непосредственной переговорной позиции, мы, естественно, подготовили уже документ, который ознаменует победу Российской Федерации в переговорных процессе с Соединенными Штатами Америки над НАТО. И, соответственно, в специальной военной операции, документ называется «Декларация о приверженности международного права по итогам Второй мировой войны, особенно в части принципа верховенства территориальной целостности, то есть нерешимости границ 1945 года, которое мы исходим из того, что надо будет подписывать, собственно, Соединенным Штатам Америки в лице, либо Байдена, либо Трампа, Китаю в лице президента Си, и Владимиру Путину как трех гарантам послевоенного мирового устройства и по итогу Второй мировой войны. То есть мы... Был четвертый гарант в Великобритании, но она в 60-е годы совместными усилиями, в соответствии с законом конкуренции наций, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза была ликвидирована, как империя, которая может повлиять на процесс. Понимаете, да? Мы можем, в силу у нас наличия ядерного оружия, у Китая экономической мощи, это кроме прав, как учителей мира и международного права. А Соединенные Штаты Америки понятно, что у них и экономическая мощь есть, и военная тоже. Так что вот три гаранта. Ни разу не было такого, чтобы руководство США отказывалось от итогов Второй мировой войны. Понятно, что обманывают, хитрят. Но мы говорим о формальной позиции. То есть при должной мотивации. Мы надеемся, что мы договоримся, не обязательно запуская именно панические настроения в американских городах прямым нацеливанием к арибским кризисам. Но если надо, то и им. Так вот, ну собственно, вот эта дорога, она ясна и понятна. Вопрос только в том, какова будет консолидация сил вокруг Владимира Путина и его нового курса на диалог и договоренность с Соединенными Штатами Америки с позицией международного права из 1945 года с точки зрения поддержки источника власти правящего класса в России, отсутствия необходимого сопротивления элит, которые, конечно, будут против проамериканских, и многого другого. То есть это уже фактор борьбы. То есть больше сил, меньше сил, больше сил у врага. Медленнее продвинемся по этой дороге. Дольше будем воевать, больше будет потерь, меньше сопротивления, меньше будет потерь, и быстрее победим в специальной военной операции. Причем речь идет о декларации, которая завершает собой период ошибочных действий, связанных с отступлением от международного права, в скобочках, главный отступитель от международного права, прежнего руководства Российской Федерации и Советского Союза, понимаете, да? Который допустил отход от международного права, по ликвидации СССР, ну я имею в виду, не было необходимой защиты территориальной целостности и прочее, прочее, прочее. Но тем не менее, из-за этого, будем называть вещи своими именами, произошла гигантская мировая дестабилизация на 30, сколько там, 30, там, 4-5, 35 лет, с 91-го года. Поэтому мы рассматриваем эту декларацию как документ, завершающий 35-летний с 91-го года путь нарушения международного права и ошибок с этим связанных, понимаете, да? Для нас, это с точки зрения окончания слова, для нас, для НОДа, это, конечно, восстановление суверенитета, территориальной целостности, то есть восстановление отечества, праве по итогам Второй мировой войны. Так что одно связано с другим и вытекает из другого. Как мы и говорили, специальная военная операция, решая свои задачи военным путем, на своих плечах, за шею, за что-то еще, за загривок, вытаскивает Российскую Федерацию с суверенитетом. Ну, собственно говоря, получается, что, сейчас вот смотрю, особо пошли рассуждения, к чему была 25-минутная лекция Путина по истории. Тоже он там, значит, так сказать, Кайлсону не дал разойтись, да, и прочитал лекцию по истории, 25 минут. Но все, вся лекция сводилась, по сути, вот к этому самому, потому что вы сказали, к его выводам и о том, что почему-то так вот решило прошлое советское руководство. Ну, он там, кстати говоря, сделал предположение, почему он там назвал о том, что, ну, мы же договорились, что все, теперь не будет идеологического противостояния, что теперь мы будем вместе с западными партнерами, как тогда говорилось. Он говорил, а поскольку, получается, этого нету, ну, значит, тогда как бы эти договоренности советского руководства прошлого, да, можно сделать вывод, можно дальше и не соблюдать. Да, и российского тоже, предыдущего, еще раз, прежнего российского руководства. Российского, да, российского. Прежнего российского руководства, понятно, да. Это так. Кроме того, он еще объяснил, что вся история с Украиной, это гражданская война. И даже подробнее за вот эту историю русские не сдаются, да. Это гражданская война. Гражданская война, естественно, с точки зрения международного права, это наше абсолютно внутреннее дело, и никакими поставками оружия, и поддержкой сепаратистов Киева, ну, в условиях гражданской войны, это недопустимо с точки зрения международного права. То есть мы имеем право ударить по территории США за это, с точки зрения закона. А будем, не будем, другой вопрос. Ну, право мы имеем. И Путин обосновал это наше право. На самом деле он говорил для умных людей. И даже Песков потом почему-то переключился и сказал, ну, интервью, видите, главная наша задача была, чтобы его посмотрело как можно больше. 160 миллионов человек посмотрело это достижение. И пусть думают. То есть смотрите, вот с точки технологии Путин, сегодня он развернул рельсы в эту сторону. Дальше он скажет про международное право более четко. То есть не только через концепцию гражданской войны, не только через концепцию исторических земель, о которой он говорил минут 20, вы правильно сказали, но и с точки зрения конкретного перечня документов, которых на самом деле внутри страны уже говорил. Ялта, Подзам, это же его слова. Соответственно, Хельсинская, Фегерианская конференция, это все венские соглашения, парижские соглашения, это от правоприемственности, это все еще позже придет, вторым этапом. Все должно быть по очереди, понимаете, не надо валить все в кучу. То есть такого слона, как американцы, надо кушать по частям. С точки зрения противостояния с ними. И, наконец, эффект мотивации, это возврат. Для этого он спускает на воду какую же третью стратегическую атомную подводную лодку. Если кто не знает, я еще раз хотел бы сказать. Те стратегические подводы, ракетоносцы, которые Путин спустил за период специальной военной операции, по-моему, три штуки спущены. Вот сейчас как раз нодовская подлодка «Князь Пожарский» в честь Победного национально-освободительного движения 1612 года, спущена на воду. Вот буквально на прошлой неделе. Так вот, эти лодки стоят, их изготовление, дороже, чем та техника, которая поставила, была поставлена за эти два года, была на полях специальной военной операции. Просто вот с точки зрения металла. Понимаете? То есть они важнее, чем танки и артиллерия на СВО, понимаете? И беспилотники. Важнее, потому что они есть предмет разговора с США. А победа в разговоре с США, а не в штурме Авдеевки. Вот эту логику я хотел бы, чтобы наши зрители понимали. Но эта логика бьет обратно по нашим зрителям и по источнику власти. Потому что это логика политическая, а не военная. И значит претензии не к нашим героям, солдатам, которые в танках сражаются в специальной военной операции, а к источнику власти, который отстает с точки зрения своих вопросов, предусмотренных ему конституционно, как единственному источнику власти. То есть за народ эти решения не примет никто. Ни президент, ни министр обороны, ни герои-солдаты в танках. Им придется принимать народу. То есть носки вязать, это важно для фронта. Но важнее закончить специальную военную операцию победы и прекратить наши потери на поле боя, которые проистекают из-за отставания решений источника власти в реализации своих прав, которых ему вместо него никто реализовать не может. А за них отвечают штабы национально-освоительных движений. Я хочу напомнить за мнение народа. И кроме штабов НОДы никто. Потому что СМИ против нас, элиты против нас, это понятно. То есть отвечает, понятно, что сам народ. А в организационном плане говорит, что делать народу только НОД. Больше никто. И, соответственно, отсюда особая уникальная ситуация, связанная с важностью национально-освоительной борьбы и штабов национально-освоительных движений. Но это как бы просто логическая цепочка в эту сторону. Кроме того, я хотел бы обратить внимание в свои речи. Владимир Путин, по-моему, три раза упомянул вещи, о которых он не знает. Конечно, знает. Вот он, например, упомянул, почему Борис Джонсон, как он сказал, зачем-то приостановил мирные переговоры, сорвал их и сказал, надо воевать. Слушайте, у меня возникает вопрос. А зачем Англия высадилась в Крыму, например, в 1852-53 годах? Зачем? А зачем англичане обстреливали у нас там Соловецкие острова, Аркангельск, организовали постоянно против нас военные экспедиции? А зачем немцы напали на Советский Союз? А зачем на нас напали псевицари? Это конкуренция наций. То есть мотивация Джонсона 100% понятна. Тем более Путин ранее, помните, говорил, что такое конкуренция наций, как важнейший фактор. Поэтому он за вот этими словами, не знаю, он как бы матькирует позицию. По-другому Борис Джонсон не мог поступить. И вот такие моменты, я обращаю внимание, их три, за которым еще один момент. Он американцам сказал, вы сами там придумайте, как вам так мягко открутиться, чтобы договориться. То есть вы придумайте, не мы. Если мы пойдем до конца, вас не будет. И не понадобится никакой договор с вами. Просто не будет Соединенного Штата в Америке. Поэтому вы придумайте. Помните, мы об этом говорили еще года два назад? Что мы сразу говорили, что да, наша задача, чтобы американцы сами придумали, как им отступить, не потеряв лицо. И Владимир Путин еще раз это повторил. История с НАТО. Я хотел бы обратить внимание, когда действительно Россия пыталась вступить в НАТО. Некоторые у нас не понимают, а как же так? Мы не хотим, чтобы Украина пошла в НАТО, но сами готовы были вступить в НАТО. Но люди, которые задают эти вопросы, они не понимают, что такое, как устроена вообще жизнь, конкуренция нации и геополитика. Если бы Россия вступила в НАТО, это значит, Россия бы возглавила НАТО. Ну, если кто не понял. То есть, когда Путин предлагал Клинтону вступить в НАТО, конечно, он имел в виду, что Россия внутри НАТО возглавит НАТО. Тем самым нейтрализует весь негативный фактор врага и фактически организует распад врага. Потому что если Россия в НАТО, то американцам там делать нечего. Два медведя в одной берлоге, два медведя – это учредители послевоенного порядка, мирового устройства. Выжить не могут. Поэтому, чтобы никто не смущал вот этот оборот, что Россия сама готова была вступать в НАТО. Украине нельзя вступать в НАТО, потому что Украина – это часть нашей территории, нашего народа и нашего государства. Какой стати Тамбову разрешить тупить НАТО? Ну, очевидно, что нельзя. Вот эту логику я тоже хотел бы немножко разъяснить. Ну, естественно, мы сейчас направим закон, где Путин прямо говорит, когда учреждена русская государственность, чтобы День России все-таки вместо его корней, как День Победы над Советским Союзом, Декларации Независимости, все-таки был источник этого учреждения русской государственности. Владимир Владимирович обозначил, соответственно, дату учреждения русской государственности. Он прямо сказал, государство было создано тогда-то, а уже крещение это государство укрепило. Помните, у нас был до этого какой-то спор, непонятно с кем, я так не понял, кто с этим спорит, кто говорил, что русский народ – это православный народ. Русский народ – это русский народ. А православный он был после крещения, которое укрепило русское государство. Ну, собственно говоря, мы об этом тоже многократно говорили. Значит, доминирование американском обществе любой ценой, ну, это нормально, все хотят доминировать, но не всем можно. Соответственно, ядерное сдерживание, оно и уравновешивает идеи доминирования. Очень трудно доминировать, сидя в бомбоубежище под Нью-Йорком. Понимаете, на случай Карибского кризиса. Вот под бомбоубежище, а их там понастроили тысячи под этим Нью-Йорком, да, очень сложно доминировать. Поэтому вопрос доминирования, он, наверное, отпадет, когда будет ядерное нацеление, если что, да. Вот, ну и так далее. Я думаю, что какие-то вопросы у вас еще есть, давайте мы их обсудим. Так что хотел бы сказать, что речь стратегическая. Даже теперь непонятно, что обсуждать на послании федеральному собранию, как бы. Ну, мы понимаем дорогу. То есть наверняка, я думаю, на послании будет обсуждаться вопрос суверенитета. То есть реализация этого кризис, но, по сути, это новый курс. То есть он старый путинский курс, потому что нодовский. Но для элит, для окружения даже Путина, это новый курс и новая корректировка. Так что они не просто так между собой там сейчас начинают ругаться. Ну, по поводу того, что США предлагали, я помню, да, вы рассказывали, как к вам пришли представители США в Государственную Думу, и вы им там предложили подумать, как США, так сказать, безболезненно уйти с территории Советского Союза. Это еще было, если не ошибаюсь, лет шесть назад. Да, собственно говоря, вот и Путин такими же словами, не моими, а своими, конечно, да, но суть такая же. И сказал, вы там сами подумайте, как вы, ребята, отступите. Но если вы не отступите, значит, скорее всего, он так не говорил, но это, он же вежливый человек. Он сказал, что мы пойдем до конца. Да, до конца это для ликвидации Соединенных Штатов в Америке, геополитическим путем. Евгений Алексеевич, ну вот то, что мы сейчас обсуждаем, это... Даже Карлсон Такер, да, потом сказал, мое мнение, что Путин скорее пойдет на ядерную войну, чем отдаст хотя бы миллиметр территории своего Отечества, Советского Союза. Но он там про Крым говорил, понятно, что Крым – это часть Советского Союза, то есть нашего Отечества. Так что там поняли правильно, то есть в Америке люди поумнее поняли правильно, хотя Путин ни разу не произнес никакой угрозы, либо, значит, что-то такое, что можно было бы воспринять как угрозу, да, то есть это, конечно, высший класс, так сказать, пригрозить физической ликвидации, не произнося ни одного негативного слова и с хорошей улыбкой и в расслабленном состоянии еще. Ну вот он сказал еще одно из таких ключевых посылов для, понятных для США, потому что я думаю, что ну не все там, так сказать, будут разбираться в перепитиях исторического экскурса, о котором Путин говорил, но вот то, что он им сказал, зачем вам, собственно говоря, за тысячи километров какие у вас здесь интересы, здесь в нашей стране, а во что своих проблем мало, это вот тоже такие прямые посылы, да, для того, чтобы, ну, действительно там одумали, зачем им за тысячи километров, и будете ли вы за тысячи километров, американцы умирать, готовы ли вы умирать за Украину, а вы нет, да, мы готовы. Ну да, это не хватит. Причем у нас на территории Соединенных Штатов Америки, если кто не понял, по словам. Ну и в конце, конечно, его речи, воссоединение произойдет, оно никуда и не делось, то есть воссоединение русского народа. Напоминаю, что русский народ, это народ, нация, сформированная по итогам Второй мировой войны в международном праве, то есть это не только Украина. Ну, это для тех, кто, в общем-то, не понимает, это в конце выступления он подытожил с точки зрения, для чего, по сути, он эту речь и произносил. Так, ребята, вы никуда не денетесь. Да, мы пока очень лояльны, мягки, добры к вам, но мы точно доведем до конца процесс восстановления Отечества. Собственно, это и есть Нодовская позиция, о которой мы и предупреждали. Еще мы еще до специальной военной операции. Ну да. Вот теперь к вопросу выборов, президентских выборов 17 марта. Значит, вылетали разные непонятные кандидатуры, в частности, вот Надеждина. ЦИК справился, все-таки не зарегистрировал, да, несмотря, так сказать, его поддержку со стороны антироссийских сил. Секундочку, я хотел бы обратить внимание на сам пассаж ЦИКе Надеждына. Он сказал, с половиной членов ЦИКа я на ты. То есть четко дал понять, что эти люди, которые находятся под контролем его начальства, Надеждына. Вы же понимаете, почему он с ними на ты. Но они делись. То есть они вынуждены были, несмотря на то, что очевидно, они не национально ориентированные, это половина членов ЦИК. Значит, что, они с на ты, снатижные, да? Я, например, с ним не на ты, хотя часто его вижу на передачах, ну, как часто, иногда мы пересекаемся. Ясно, что у них где-то общая общность, скажем так, да, где-то в районе Спаса Хаоса. Это само собой. Но при этом он очень интересно сразу сказал, что моя подпись и подписи откуда-то, там Московская область пересекла и так далее и так далее, исчезли, что-то такое, какие-то другие подписи появились. И это, значит, отдельная шпионская история. То есть будем называть вещи своими именами. В проамериканскую банду Надеждына были внедрены какие-то силы национально ориентированные, которые добились того, чтобы внутри команды Надеждына, для того, чтобы он не мог создать, несмотря на гигантскую финансовую, вы видели, да, там каждому подписанту по 2-3 тысячи давали, ролики есть в интернете, несмотря на любую финансовую поддержку из Вашингтона, чтобы Надеждын не мог быть зарегистрирован, а следовательно по замке Вашингтона должна быть устроена была какая-то активная мероприятие, так они называют в разведке, да, подрывы, теракты, серьезные, масштабные значения, которые позволивало в период выборов переключить стрелки, по сути, организовать Майдан в пользу Надеждын. Понимаете, да, вот это был американский план. И этот план какие-то герои, это слова Надеждыны, какие-то герои, внедренные в пятую колонну во главе с Надеждиной, сорвали. Я хочу поаплодировать этим героям, уверен, они что получат. Вы понимаете, если бы Надеждын остался, я уверен, что это было бы означало, что нас ждут просто десятки, если не сотни масштабнейших террористических актов и гибель десятков тысяч людей, организованных в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы поломать общественное мнение и постараться, чтобы сорвать голоса Путину и перебросить эти голоса на голоса Надежды. Понимаете, да? То есть вот эти герои, они спасли просто десятки тысяч жизней, которые иначе бы наверняка были заряжены через Соединенные Штаты Америки по поводу диверсии в отношении Российской Федерации. Потому что главный метод США – это Майдан. Метод военный, в том числе поддержка Украины, инфраструктура вся НАТО, 800 баз, авианосцы, томогавки, авиация – это все не главный инструмент конфликта. Главный инструмент конфликта – это Майданы под Купыли. Кстати, этот инструмент, он отрабатывался, историки эти вопросы изучают, он очень хорошо отрабатывался еще во время Римской империи. Потому что больше половины побед Римской империи была Майданами, а не, собственно, военными сражениями. Напоминаю, Римская империя – это 2000 лет назад. Майданами, то есть подкуп, ну тогда это были какие-то вожди, цари, подкуп, раскол там между отцом и сыном на троне, заговоры элит и прочее, прочее. А военная сила Римской империи помогала. Вы понимаете, да? Вот у нас главная наука, вернее, главная дисциплина для всех юристов – это римское право. Так что, чтобы все понимали, мы живем, англосаксонский мир идет в своей организационно-государственной повестке и методах работы с Римской империей. Так что это отработанная вполне у них технология. И под эту технологию им был нужен надежда. Сейчас им придется срочно перестраиваться. И вы видели, как у него мощная поддержка, кстати, была. То есть то, что его не зарегистрировали, это реально такое политическое чудо. Я думаю, что если бы не вот эти патриоты, которые к нему были, которые к нему внедрились, я не знаю, внедрены они были, это были самостоятельные нодовцы, да? Но было бы трудно ему отказать, с учетом того, что с половиной члена цикла, то есть с большинством голосов. Секундочку. Половина цикл принимает решение с большинством голосов. Я просто за всеми этими словами сразу перевожу их на юридический язык. То есть это же не просто так, Надежда сказал. Это он к ним сказал, ребята, вам оплачено же. Вы что тут это? Как это? Половина. А ничего уже не сделаешь. Так что я думаю, что и здесь. Помните, Путин, когда сказал сразу же после своего назначения, исполняя председательное правительство, он пришел в ФСБ и сказал, я внедрился в банду. Собственно говоря, это методы антимайдана, которые, конечно, внедрение, заговоры антимайдановские, это тоже элементы работы активных военно-специальных операций спецслужб. А вы говорите, что штабы и нот одни. Не, ребята, мы не одни. Национальной освоительной борьбой занимается огромная часть государственной машины. Мы просто одни с точки зрения общения с народом. Вот здесь мы одни. Как мы до народа это нанесем? А народ главный во всей системе власти, поскольку он единственный источник власти. Ну, тут, кстати, даже есть такая шутка, не знаю, насколько она даже не шутка получается, что органы госбезопасности благодарят Бориса Надеждина за выявление списочного состава пятой колонны, который поставил подпись за него в этих списках. И, кстати, в этом на самом деле мало шутки, потому что нам тут коллеги из Беларуси делились опытом, рассказывали, как у них была ситуация. У них, например, когда люди, которые поддерживали Майдан в Беларуси в 2020 году, ну, как бы чисто вот задвижуху там, не особо разбираясь, в том числе там деньгами, например, поддерживали, их вызывали через какое-то время, когда уже все успокоилось, на беседу белорусский КГБ и, как бы, предлагал ему, ну, раз вы поддержали деньгами протестующих, не могли бы вы оказать помощь, ну, например, детям, там, онкобольным детям Беларуси. Вот вам счет переведите ваше пожертвование. И, как бы, вот никуда не денешься. Ну, в общем, да. Сам попал, да? Да, то есть есть и такие методы мягкого принуждения, скажем так, в том числе большого нашего нода, я уверен, они эти методы тоже возьмут, если уже не взяли на вооружение. Юрий Алексеевич, ну, вот, надежденно сняли, да, как бы такого главного американского кандидата, но все равно выборы-то они протащили. Вот данные в целом, которые сегодня поступили, значит, говорят, так, на моменте данные, ну, в общем, 75%, 76% граждан собралось прийти на участки, 75% из них поддерживают Путина на выборах, 5% там на втором месте Дванков, и дальше там Харитонов со Слуцким. Вот четыре кандидата. Напомним, что выборов 2018 года крайних президентских выборов Владимир Владимирович набрал 76-69% голосов. То есть мы вот такими пока темпами не дотягиваем даже до этого. Вот насколько, как бы это плохо, насколько нужно нам все-таки больше за Путина, или все равно мы свое протащим и пойдем дальше по рельсам НОД? Не, ну мы, конечно, пойдем дальше по рельсам НОД, просто мы по ним можем идти быстрее или медленнее. Соответственно, жертв, связанных с медленным движением, будет, конечно, больше на порядок наших жертв, героев-солдат, социальные проблемы населения и многое другое, чем если мы пройдем этот путь, НОДовский путь быстрее. Ну, это очевидно. Что если медленно будем двигаться, то придем с большими потерями, и это будет очень тяжело. Если быстрее, то им потерь будет меньше. И на самом деле, Зали, этот самый, Надеждин, скажем так, он как организованный кандидат от ТУГ, да, он обозначил, по сути, он возложил ту же позицию, что и мы. Голосуйте за любого, кроме Путина. И обозначил трех кандидатов, за которых надо голосовать. То есть, и мы об этом и говорили. Вся история с выборами, это история, направленная на цели ослабления России, период военных действий, специальной военной операции, для того, и она по-любому сыграет. То есть, мы ослабнем. Вопрос только в масштабах ослабления. И как это больной, ослабленный государственный механизм будет вести военные действия, но это пусть каждый сам подумает для себя. Кто быстрее добьется победы? Больной человек и вообще какого-то результата? Или человек здоровый? Вот, я думаю, очевидная вещь. Поэтому задача ослабить власть, и Надежда, собственно, ее и не скрывает. Предлагает голосовать за других кандидатов, и, конечно, в первую очередь, это Диванков. Я думаю, что вся пятая колонна сейчас переключится на Диванков. Это вообще партия, возникшая, как вы понимаете, не просто так, на последних выборах. Во главе с официальными олигархами, вообще-то говоря, такого давно не было для других партий, они как-то обычно это немножко скрывают, понимаете? Свою принадлежность к олигархическому какому-то клану. Как-то все-таки... Зюганов понятно, что идеолог развала Советского Союза, но он все-таки, по крайней мере, официально не является олигархом, понимаете? Или, тем более, Миронов, или, там, Жириновский, и так далее. А вот здесь вот открыто, поэтому это уже очевидно. Помните, те самые, про которые Пунин сказал, у кого надо отнять власть. Поэтому это их реакорнация. И в этом плане, я думаю, что основной кандидат это Диванков. Да, Диванков, да, Диванков, да. Для американцев основной кандидат. Да, был флагман в виде Надеждина, его сбили патриоты, но, так сказать, американцы, они же всегда работают системно, то есть у них всегда есть запасные варианты на любой случай. И вот этот второй крейсер стал первым. И американцы будут качать в него. То есть, задача у них, как минимум, отнять голоса у Путина, распределить между тремя кандидатами, но задача максимум, перераспределить голоса в сторону Диванкова. Но это борьба, а как вы хотели? Ну да. Ну то, что да, выборы допустили, это уже понятно. Уже допустили, уже проиграли. Ну понятно, не фатально, но вот бой проиграли. То есть, вот в череде как бы военной, вот этой военной кампании антиамериканской и со стороны Америки против нас, карательно-оккупационной, этот бой был проигран сразу, как только мы пропустили этот шар. Пропустили мы, ну и все это понимали. Вспомните, в Чечне вышел миллион жителей с требованием, чтобы выборов не было, а была предоставлена другая легитимность президенту, например, референдум. Понимаете, да? Понятно, что легитимность нужна, нельзя без легитимности, но это не обязательно выборы. В мирное время это выборы, когда можно с нуля выбрать курс. В военное время надо полная консолидация, и тут не может быть по определению выборов. Не случайно абсолютно во всех законах всех стран мира прописано, что в условиях войны выбирать нельзя, что не дураки писали. Что это дураки? Во всем мире тогда дураки, во всех государствах, понимаете? Ну вот, кстати, еще такая параллель. Сейчас стоялись выборы президента Азербайджана, там Алиев набрал почти 93%, и вот мы тут выкладывали пост, развернулась там такая дискуссия, что, дескать, ну это же вот там какие-то там деспотичные восточные режимы, у них там так принято голосовать массово, а как бы, ну, тоже вопрос гражданам, а что мы меньше любим свою родину, чем граждане Азербайджана, вот у меня такой вопрос задается, ну, что мы не можем, Евгений Алексеевич, вы считаете, вытянуть 90% за Путина? Народ-то может, но с народом работают пропагандисты, и даже государственные пропагандисты сделают все, чтобы этого не было. Вот вы не забывайте, раскручивают-то вот этих кандидатов с нуля же государственные СМИ, вот поедьте просто по Москве, вы же увидите везде эти плакаты, Харитонов, Диванков, увидите же, жили этот, как его, Слуцкий, увидите их. Кто им эти плакаты все это разрешил там разместить? Это же... Официально это самая избирательная компания. Да, официальная избирательная компания, но плакаты-то коммерческие. То есть решение было принято кем-то о том, чтобы эти плакаты там были, вместо того, чтобы там значит реклама зубных щеток была, понимаете, или чего-то еще коммерческое. Это же коммерческие плакаты, они же не бесплатны за деньги. Соответственно, там могло быть что-то другое. Я к тому, что понятно, что удар нанесен этой избирательной компанией, но то, что в помощь врагу включилось огромное количество дополнительных сил, которые могли бы так и не включаться, понимаете, устроить тихий саботаж, например, национально ориентированной. Вот это проамериканское вообще повестки под названием выборы. Это тоже факт. И если вы думаете, что это происходит автоматически, вы ошибаетесь. За каждым таким действием, плакатом, публикацией в СМИ, вон там еще показывают, как они путешествуют по всей стране и встречаются с народом, понимаете. За каждым этим сюжетом стоят переговорщики из Вашингтона. Вот за каждым. Ну, кстати, вот, да, Нанеждина опять-таки сняли, но Нарышкин, по-моему, третье, что ли, предупреждение за последние, буквально, несколько недель делает о том, что фиксируется, значит, давление не только Нарышкина, вот он говорил сначала об инагентах, потом он сейчас сказал о том, что будут разжигать ближе к выборам по социальной, межнациональной розни, по, так сказать, по всем вот этим болевым точкам будут бить. То есть, хотят повторить успех Ленина по развалу российского, русского государства, по швам под названием национальные швы. Правильно. Конечно. Но если мы уже, если у наших врагов это получилось и не один раз, в 17-м году, в 91-м году, то почему бы не сделать это еще раз, да? Ну, раз получилось. Да на самом деле и в тысячу, и в период смуты 1600, соответственно, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 12-го года получилось же. Тогда что же было? Смута, организованная по швам русского государственного строительства. Так что, да, это наша момент, вот наша, как бы, такая недостаточно защищенная часть государственного строительства. Еще эта незащищенность усугубилась федеративным устройством, которое сформировал Ленин вместо русского типа единого государства, единого государственного строительства. а вот еще инвестиция, вот укранизация, о которой Путин говорил и так далее. Еще про Надеждина, он же там какую повестку ты качал? Он несколько раз заявил о том, что он патриот, вот в одном из последних интервью он вообще сказал, я патриот до мозга костей, заявил Надеждин, значит, и дальше он наши нудовцы в Новосибирске поймали, он там честно признался особо никуда не это не стал, сказал, что он да, ездил в США, ел там утку с Маккейном, а недавно он ходил в Европосольство Евросоюза и вместе с Нечаевым, вот как самый раз руководителем вот этой партии Новые люди, от которой идет Дованков, они там у посла ели креветки с белым вином, значит, и сказал честно, что недорого, в общем-то, продал Родину. Вот я не помню, Евгений Алексеевич, это вот он дурак такой или это вот он целенаправленно, так сказать, это то, что мы сразу и сказали, патриоты-шпионы, то есть, что такое патриот-шпион, человек, который говорит правильные речи, но при этом является агентом иностранного государства, продвигающего его повестку, или еще иногда их называют агенты влияния, это Крючков такой термин в оборот взял, и, кстати, агенты влияния, которых назвал Крючков, собственно, и победили в период ликвидации Советского Союза. Так что Крючков, кто не знает, это глава КГБ СССР, после чего КГБ СССР распустили, а Крючков выгнали, Горбачев распустил. Но суть именно такая, да, это это их линия. Мы услышим, что все наши враги будут с утра до вечера орать, что они тройные патриоты. Вот не будет врагов, которые будут говорить, я против России. Наоборот, они будут говорить, мы тройные патриоты, немедленно убивайте, уничтожайте жителей Украины, убивайте Киев, бомбите его ядерным оружием, ну, потому что это патриотизм, они будут говорить. Или будут орать, как вот сейчас уже орут, что мы уже победили давным-давно. Ну, с надеждами там вообще отдельная история. Он же предлагал вывести войска. То есть, фактически открыть фронт и пустить врага вплоть до Москвы, если войска вывести. Поэтому история про то, что он патриот, ну, это рассчитано на абсолютно слабоумных людей. Но такие тоже есть. Сорос-то поработал за 30 лет с единым госэкзаменом и учебниками, понимаете? Дураков тоже понаплодили, нашей школы за это время. Помните, Путин сказал, что чем больше человек учается, тем он как бы становится глупее. По сути, он же по сути так сказал. Ну, вот эта линия псевдопатриотизма, ну, когда мы ее обсуждали еще несколько лет назад, там, даже лет пять, наверное, назад стали об этом говорить, так сказать, более акцентированно. Но, вот я сейчас не понял, что это будет доходить до такого абсурда. Ведь выходят ролики, значит, в открытую, от ЦРУ США, по нашим соцсетям распространяются, где на, как бы, фоне любви к родине призывают родину предать и дают контакты, как вступить в эту самую связь с ЦРУ. Ну, это же, как бы, вот, или, опять-таки, пример, сейчас вот спрашивают вас зрители, что вы прокомментировали движение, так называемое, белополоточниц. Это, если кто не в курсе, вот сейчас ходят в Александровский сад, якобы, жены мобилизованных возлагают цветы к могиле неизвестного солдата, требуя, чтобы отпустили их мужей, значит, с фронта. Вот, это же, как бы, тоже получается, под видом такого патриотизма-то подается. Конечно, это, это все американские методики Майдана. Вот, не все у нас воспринимают. Американцы умеют организовывать Майданы. То есть, вот мы так не умеем, как они. Ну, может быть, в Советском Союзе были специалисты, особенно в раннем, когда вот был интернационал. Но, просто, сама идеология нашего тысячелетнего отечества, которая у нас создана в 862 году, Владимир Владимирович сказал это в своем, ну, что мы и так, конечно, это знали, но вот он еще раз на это обратил внимание, потому что был все-таки спор по поводу даты. Россия, мы когда закон написали, мы материали были. Так вот, изначально было понятно, что такое отечество, и фактически враги отечества называют себя патриотами. Это чистые механизмы информационной войны. Это их технологии. И они сильные в этой технологии. Мы просто государство отечества защитно-оборонительного типа. То есть, нам, в принципе, по барабану все, что за нашими границами. Изначально. То есть, мы не хотим создавать там мощный флот мирового уровня, потому что нам не надо обслуживать колонии. Была одна заокеанская колония, но царь догадался ее продать. Это Аляска. Потому что, если бы он ее не продал, нам бы пришлось иметь огромный флот, в принципе, который был действительно неокупаем, потому что это не наш стиль создавать. Но вместо Аляски мы расширили сторону Средней Азии, сторону, славянских государств, вот туда вот, в районе Черного моря. То есть, мы взамен Аляски получили значительно больше. И в этом плане решение царя было абсолютно правильным. Потому что, понятно, что Англия имеет огромный флот, потому что у нее там сотни колоний, которые его фактически содержат. Но в российской континентальном государственности в общем не принято туда лезть в дальние дела. Значит, мы априори хуже специалистов в области оранжевых революций. Вот априори. Из нашего менталитета. Но это нормально. Кто-то сильнее в одном из наших зрителей, кто-то из наших зрителей математик, кто-то химик, кто-то доктор. Правильно? Вряд ли вы от доктора требуете, чтобы он был одновременно и металлурным. Логично ли? Так и в государстве есть некая специализация в области таких как бы основ государственного строительства. Поэтому от них мы не очень защищены, но их надо... Мы не умеем их делать, но мы должны быть от них все-таки защищены. Защищает от Майдана пройти народ и идеология. Поэтому запретные запретные идеологии в нашей Конституции, прописанные американцами, он является реально наиболее значительной проблемой, которая не позволяет нам развернуть должным порядком механизм защиты от Майдана. Делание патриотизма, конечно. Да, вот этого движения белоплаточниц прокомментируете? Враги? Один из проектов Майдана американский. Задача физически уничтожить русский народ. То есть, если люди поддадутся такого рода организационным схемам, то потом их детей на их глазах будут просто убивать. вот на каком-то этапе вторжение карательных войск. Они же говорят, отзовите войска с фронта. Они же говорят, откройте дорогу на Москву. Ну, они как бы, да, говорят, поменяйте мобилизованность. Поменяйте, это значит кого-то возьмите, отправьте на фронт, кого-то с фронта уберите. Кого взять? Очевидно, что если есть человек, который блестяще за два года уже научился воевать, менять его на школьного учителя, который будет два года учиться, неся огромные потери в период учебы, ну, это как бы неправильно с точки зрения национальных интересов. Это же очевидно. То есть, они не предлагают заменить, заменить неким. Они предлагают отозвать. Ну, вот еще про технологию, соответственно, как противостоять Майданам. Это в любом случае уличная поддержка народу, которым с утра до ночи занимаются наши штабы национально-освободительного движения по всей стране. Это такая форма авангард, но есть еще, когда поддерживают Путина, выходят вместе с союзниками. Обычно это вот происходит в том числе после выборов. Большой нот, когда мы являемся авангардом идеологическим и на определенном этапе большой нот предоставляет нам другие отряды патриотов, которые не организованных патриотов. То есть, не идеологических патриотов, а организованных. Напоминаю, организованный патриот это патриот, который вышел не в силу идеологического решения своего. То есть, не взял в отпуск на работе и не поехал, так сказать, на поддержку Путина. А он находится в каких-то организационных отношениях, которые ему позволили, например, всему коллективу прийти в поддержку Путина. Это наши союзники. Но не всем обязательно быть комиссарами, понимаете? Кто-то комиссар, а кто-то то, что называется солдат. И в идеологическом плане это солдаты при нашем комиссарстве, то есть, при нашем идеологическом управленческом формировании. Да, мы планируем такого рода мероприятия, в том числе и где-то через месяц небольшой, если вы об этом. После выборов. Для нас это не первый случай, то есть, мы провели таких мероприятий десятки, штук 20 или 30. Давайте мы дадим нашим зрителям, просто потом короткий ролик сделаем, минуты на три, где мы покажем, как мы это делаем. Может, кто-то не участвовал и позже присоединился к участникам национальной освоительной борьбы. Ему будет интересно посмотреть. И вот то же самое мы хотели бы и предложили сделать после выборов, потому что нам придется после выборов, у нас не будет времени, нам придется резко ускоряться по той дороге, которую Владимир в том числе обозначил даже вот в этом интервью перед американцем, перед Такер. То есть ускоряться в национальном освоительном процессе. Дорога понятна, международное право, ядерное нацеливание и суверенитет по сути своей. А это все реформы, особенно суверенитет это с тысячи элементов реформ. После выборов мы исходим из того, что они будут запущены, просто иначе мы не достигнем тех целей, о которых он сказал. Мы не сможем выстроить позицию для победного окончания слова. И придется такой народный толчок от источника власти, уличный, который его ускорит. Это наш расчет. Поэтому мы обращаемся к союзникам сейчас, ведем с ними переговоры о проведении такого рода мероприятия в том стиле, как у нас уже отработан. Ну и тогда напоследок наверное закончим тем, с чего начали. интервью с Карлсоном, который наделал много шума. Один из таких, на что обратил внимание Путин, когда спрашивал Карлсон, что же вы, раз за вами правда, дескать, что же вы не вступите в информационный бой США, на что сказал Путин, что США контролируют практически все СМИ мировые, европейские средства массовой информации и вступать в такой бой, это как бы по сути тратить, можно вступить и не добившись результата, скрыв свои в том числе источники какие-то, этот бой не выиграть, потратив огромное количество ресурсов. Вместо того, чтобы эти источники просто в нужный момент вышли на улицы американских городов с табличкой уважаемые граждане Америки бомбоубежище там, вместо этого они засветятся, попадут за стенки ФБР и в нужный момент не получится та необходимая стратегия карибского кризиса, которая может понадобиться. Очевидно, что Путин абсолютно прав. нам эти люди и источники нужны не для того, чтобы они сгорели в тупой бессмысленной фронтовой битве. Нам они понадобятся для организации комплексного процесса выстраивания договора с Соединенными Штатами Америки и переговорной позиции с ними по восстановлению нашего Отечества и не вмешательства Соединенных Штатов в этот процесс. Ну, так соответственно, в связи с этим и вопрос возникает. как мы хватит ли условно говоря у нас сил донести вот этот вопрос фактор найдем мы ракету но если об этом не скажут американцы не расскажут их средства массовой информации то эффект может как бы быть равен нулю или нет как нам вот это нивелировать угрозу это же тоже проблема карибский кризис по-моему такого как бы не было все-таки доминирования СМИ мы же с вами внимательно изучаем американский мир и вообще капиталистический мир вот как в свое время Маркс говорил капиталист ради в прибыли в определенных объемах нарушит любые законы и правила то есть отсюда вывод никакие санкции не смогут остановить товарные потоки если они правильно организованы пускай немножко будет подороже на 5 процентов но нам продадут всегда и мы все свое тоже продадим и как бы государства не старались заткнуть и сделать какую-то континентальную блокаду это невозможно в принципе но есть такие вещи и вот среди этих вещей относятся вопросы которые касаются личной безопасности граждан если граждане любой страны получат информацию несколько граждан 100 человек 10 человек информацию высоко реального характера об угрозе они обязательно этой информацией поделятся да можно заткнуть интернет социальные сети я имею ввиду можно как-то там навести цензуру в телевизоре но нельзя остановить телефонный звонок от одной величащей орущей безумным голосом женщины другой своей подружки с криками блин я завтра превращусь в жареное ядерное мясо потому что блин я вот только что узнала что в России в ракете которая установлена в Калужской области поставлена цель мой город где я сейчас нахожусь и она выскочит тут и бегом побежит из этого города прятаться в поле немедленно понимаете вот это невозможно створить есть вещи которые неуправляем есть вещи которые управляемы а есть информационные воинами механизмы а есть которые неуправляемы прекратить телефонную связь невозможно прекратить персональное общение невозможно сетевое можно как-то заглушить системные вещи но личная персональная паника она как пожар ее остановить приказом нельзя – Хорошо, Алексей Ильич, будем тогда к этому идти. – И на всякий случай вот еще 150 миллионов человек посмотрели и тоже подумали. А помните, сколько американских людей посмотрело наш марш на Вашингтон? – Да, Сармат, Сармат. – Сармат. 120 миллионов человек. Ну, правда, не за два дня, как с Тайкером, но где-то за месяц. 120 миллионов человек. И сейчас еще смотрим. – Так что Ильич, это отдельная, это называется психология толпы, она неуправляемая. – Спасибо.